Не могу не вспомнить Энергодар. Там ситуация очень напряженная. Много информации, последняя из которых информация президент Зеленский огласил, что 4 из 6 реактора заминированы. Я вам говорил, что коллаборантов, работников ЗАЭС, кто взял российские паспорта и подписал контракты с Росатомом, их эвакуируют и со станции из самого города Энергодара вместе с семьями. Эвакуируется также персонал Росатома, который приехал на станцию и там рулил все это время. То есть количество, но при этом количество военных не уменьшается на станции. Боеприпасы со станции не вывозятся. Но мы знаем там два объекта. Это реакторы взорвать. Это очень проблематично. Даже с военной точки зрения. Я вам это рассказывал и наши физики-ядерщики подтверждают, специалисты, что реакторы немного другого типа. И при очень мощном взрыве, обычным взрывчатым веществом, может быть разрушение капсулы реактора, что приведет к небольшому выбросу радиации. Но теплового взрыва, как в Чернобыле, не будет такого мощного. Самая большая опасность, это даже не сами реакторы. Их Россия просто может вывести из строя, взорвав. Они вроде как говорят, заминировали водоем охладительный. Если они его взорвут и вода уйдет и прекратится охлаждение реактора, то они просто расплавятся внутри своих капсул. И это не будет подлежать восстановлению. То есть их надо будет полностью перестраивать. А самое большое, эффект грязной бомбы, может быть хранилище отработанного ядерного топлива, штатное хранилище, которое находится на каждой атомной электростанции. Но опять же, зона заражения будет небольшая, потому что это не ядерный взрыв. Это просто путем подрыва, распространения радиоактивных веществ. И это будет подлежать рекультивации и дезактивации. Так что, ну для, все равно, самое интересное, что и группировка российских войск попадает под радиоактивное воздействие. Ну, там задавали вопрос по поводу того, что неужели расисты не понимают, что их войска в первую очередь пострадают, потому что они находятся и в Энергодаре, и на самой атомной станции. А я вспомнил сразу Рыжий лес на Чернобыльской станции. То есть они даже не удосужились подумать о том, что можно рыть окопы, нельзя. Они рыли окопы и сидели в них, пока их не начало тошнить. То есть пока уровень облучения радиоактивного не достиг такого уровня, когда начали внешне проявляться симптомы лучевой болезни. Поэтому, ну, заразиться 10 тысяч, 5 тысяч российских войск. Я так понимаю, что Путину абсолютно до лампочки будет. Умрут они, не умрут, привезут они эту радиацию на себе в Российскую Федерацию, не привезут. Кстати, где эти солдаты с Рыжего леса, которых вроде как забрали сначала в Белоруссию, там в какой-то центр радиологии. А где они сейчас светятся на улицах, ну, если еще живы после такого сильного облучения. Питание от вашего подписника. Пане Олеже, я правильно понимаю, если эти выродки пытаются подорвать Запорежскую атомную станцию, даже если брать минимальный радиус выкиду радиации в 50 километров, они несут суттеву шкоду певденному группованию войск, как минимум до Мелитополя, а то и до самого Азовского узбережья. Это же тысячи расистских солдат, которые получают небезопасную для жизни дозу радиационного вплива. Это, в первую очередь, нанесение им очень суттевых втрат. Я правый или нет? Если так, то это немного заспокоит, что они все-таки не наважатся на это. Дуже хочется дизнатись о вашу думку. Ну, я ее только что изложил, свою мысль, что после Чернобыльского леса и после Каховской ГЭС, скажу так, 50 на 50, взорвут, не взорвут. И я уже привел пример, что для кремлевских деятелей радиоактивное заражение даже 50-100 тысяч, ну, до 100 тысяч группировка оценивается некоторыми специалистами, до 100 тысяч оценивается, даже больше, до 140 я слышал цифру на Мелитопольском направлении. Вот этот вот угол от Энергодар, Мелитополь, Токмак, вот этот участок, туда Олежки, некоторые оценивают до 140 тысяч. Если их накроет радиацией, я думаю, что в Кремле особо расстраиваться не будут. Вот что самое страшное. То есть, цена человеческой жизни не стоит ломаного гроша в Рашистской Федерации. Родственники будут переживать, там, сами военные, может быть, будут переживать. Вот. А оно же еще, понимаете, радиация, она же неощутима, ее же нельзя взять руки и потрогать. И последствия этой радиации начинают проявляться только после, через какой-то период времени, когда начнут отказывать или начнут болеть пораженные внутренние органы у человека. А если доза будет довольно большая, то начнут проявляться симптомы лучевой болезни. Ну, я вам скажу сразу, лекарства на сегодняшний день не существует. От радиоактивного облучения лекарства не существует. Рано или поздно человек все равно обречен на погибель. И разница только в том, что чем больше у него будет финансов, тем дольше он сможет продержаться на этом свете. Используя там современные методики и препараты для лечения лучевой болезни. Но реально панацеи от этого не существует. Вот такая вот ситуация. Ну, на мой взгляд, командованию российскому будет до лампочки. Рванет, подрывать, не подрывать. Все будет зависеть от решения в Кремле, скорее всего. Следующий. Вспоминая начало войны, перепуганная, наложившая в штаны НАТО, беспомощная Европа, державшаяся трясущимися руками за газовые и нефтяные трубы. Думаю, что Путин не раз пожалел, что третьей группировкой пошел на Киев, а не на страны Балтии с выходом к Калининграду. Как думаете, развивались бы события, если бы так и случилось, и Рашка изначально захватила страны Балтии с той же риторикой русские земли, красные линии, ядерная дубина и так прочее. Смотрите, думаю, что нет. Вот такого как раз сценария и не было. Путин, может быть, и мечтает о том, чтобы пойти на страны Балтии, но не может этого сделать. Объясню почему. Я уже объяснял, еще раз объясню почему. Он постоянно провоцирует НАТО для того, чтобы втянуть НАТО в эту войну. Втягивание НАТО в эту войну Путину дает международную легитимизацию. Сегодня Путин нерукопожимаемый. С ним никто не хочет разговаривать. Единственный, кто с ним будет разговаривать, это мы, это наше руководство, наш президент, после того, как мы выбьем российские войска или они выйдут сами с нашей территории в границах 91-го года. Это никак не устраивает Путина. Он хочет вернуться на олимп мировой политики. Что это может, как это можно сделать? Это можно сделать путем, допустим, втягивания НАТО в войну и сразу же выступить с предложением переговорных. Сказать, стоп, 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 все хорошо, я готов к переговорам. Давайте переговарим. Переговоры это бесконечный процесс. Очень хорошо сказал бывший китайский, главный китайский дипломат Ван И, что переговоры могут длиться бесконечно долго. Вот что надо Путину. Но уровень переговоров будет какой? Это будут лидеры стран НАТО. Понимаете? И мы там будем уже в качестве приглашенных. Вот чего хочет Путин. Но втянуть НАТО в войну надо на условиях агрессивности со стороны НАТО, а не Российской Федерации. То есть первый выстрел, ну условный выстрел, должен сделать НАТО, а не Российская Федерация. Кстати, именно этим постоянно занимается Путин. Посмотрите, все провокации со стороны Российской Федерации направлены на то, чтобы НАТО ответило, сделало ответный шаг, проявило акт агрессии в отношении Российской Федерации. И сразу Российская Федерация говорит, а так вы участвуете. Сколько раз они пытались огласить о том, что НАТО вступило в войну, там, поставляя нам вооружение. Появятся танки, будем считать, что НАТО вступило в войну. Но танки появились, ну как бы, весь мир не считает это вступлением в войну. Тем более, а танки появились от имени партнеров Украины, а не альянса. Вот почему я всегда говорю, что надо четко разделять. Рамштайн и альянс это два параллельных процесса, несмотря на то, что и там, и там примерно одинаковые страны присутствуют. В обоих форматах. Но Рамштайн это партнерская программа, Украина и страны-партнеры, коалиция партнеров. А НАТО это совсем другая программа. И НАТО нам не дает вооружение. Обратите внимание, НАТО ни одного патрона не дало, ни одной гранаты. И не даст до конца войны. Потому что сразу война становится мировой. Сразу Путин становится легитимным. Сразу Путин идет на переговоры. А на переговорах что? Встречается, пожимает руки, обсуждают, переговариваются, торгуются, ищут компромиссы. Вот чего хочет Путин. Поэтому нет, вариант нападения России на страны Балтии невозможен. Тем более, смотрите, страны Балтии вспомните еще до начала массированного вторжения. Тогда, кстати, Даля Грибовская, это надо отдать ей должное, она молодец. Она подняла тогда шум и подняла вот эту, встряхнула НАТО. Кстати, ее тогда пророчили в генеральной секретарии. Она была одним из кандидатов. Она встряхнула НАТО, капитально встряхнула, и ткнула, каждого члена ткнула в статью 5-ю устава НАТО. И сразу же была переброска войск в страны Балтии. Был переброшен американские войска, и были переброшены немецкие войска. И было организовано дежурство авиационного крыла на территории стран Балтии на основе ротации. И страны там каждые полгода менялись, авиация приходила, дежурила. И получалось бы, понимаете, что получалось бы. Любая провокация, в одной стране, в Эстонии, стоит, допустим, американский батальон, а в Латвии стоит бундесверовский батальон. Вот вам уже прямое, прямое. И в результате провокации, если бы они сделали хотя бы один выстрел в сторону России, Путин бы сказал, попались ребята, все. Вы проявили, вы агрессоры, вы на нас напали, вы выстрелили первыми, но мы миротворцы готовы сесть за стол переговоров. Вот почему такой сценарий, на мой взгляд, невозможно.